Вмирение падает не на окончание. Прилагать нам после шипящего, потому что... Вмирение падает не на окончание. Замечательно. Следующее слово врачом. Второй день знакомства с учениками. Опытный педагог уже работает с каждым в команде. Ольга Царева впервые участвует в конкурсе «Учитель года Алтая». Урок по русскому языку проводит, применяя игровые методы. Строит общение так, чтобы не только проявить себя во всей красе, но и дать такую возможность ученику. Вы знаете, когда вы выходите к детям, и когда видите горящие глаза, забывается абсолютно все. И ты остаешься не один на один со своими проблемами, переживаниями, а вместе с детьми. Вы работаете вместе, вы становитесь командой. В число своих авторских фишек Ольга включила использование видеокамеры для демонстрации записей учащихся на экран, а также технологию креативного мышления. Попросила ребят написать рассказ по обложке книги и закрепить правила. В завершении урока ученики могли поставить оценку самому себе и прошедшему уроку, то есть педагогу. Для школьника событие редкое, почти как Юрий в день. Если честно, то этот урок, все уроки, которые относятся к конкурсу «Учитель года», были гораздо интереснее, чем обычные уроки. А на каких уже уроках в рамках конкурса? Русский язык, английский язык, история, математика и разговоры о важном. «Учитель года» Алтая – это многоэтапный конкурс. Невозможно подготовиться только к одному конкурсному испытанию и стать победителем, потому что большое количество этапов проходит каждый конкурсант. Мы понимаем, что каждый муниципалитет проводит свой конкурс, и лучший допускается до заочного этапа. В заочном этапе участвовало около 50 учителей со всего Алтайского края. В очный этап прошли 24 человека. В финальном испытании окажется 9. Трое поборются за статус лауреата конкурса на региональном уровне. Сам процесс участия становится заодно и своеобразным повышением квалификации. Коллеги, хоть и конкуренты, обмениваются опытом и радуются успехам друг друга. Знаете, в конкурсе решила участвовать, потому что подумала, что пора уже делиться опытом, который накоплен за годы работы в школе. Поэтому и решилась. Готовилась я не одна. У нас замечательный коллектив, замечательные заучи, директор. Поэтому одна я не оставалась ни на минуту. Призы конкурсам тоже предусматриваются. Уже в пятницу в Педагогическом университете состоится награждение лучших из лучших. Большинство участников вернется к привычным школьным будням, а победитель начнет подготовку к всероссийскому конкурсу. Дарья Ярошина, Владислав Ковалев. День с толком.